Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Джоанни Эллиот. Смелость Сары Грейсон. Перевод с английского Марии Виноградовой. Читает Оксана Цыгоева. Марку, который читал каждое слово и всегда верил. Я слышу, как в моей душе бьются несбывшиеся мечты. Джой Харджо. Часть первая. Глава первая. Писательство — это не жизнь, но иногда может стать возвращением к жизни. Стивен Кинг. Сегодня никаких срывов при виде еды. Поэтому она решительно отправилась прямиком к вафлям. Настоящим бельгийским вафлям из дрожжевого теста, без дураков. Она уже съела две штуки. Горячие подрумянинные вафли с нутеллой, клубникой и ванильным мороженым. Бывает время избегать искушений, а бывает медленно и методично их пережевывать. Кроме того, уж лучше жевать, чем вести светскую беседу, хотя не то, чтобы кто-нибудь рвался вести с ней светские беседы. Все собрались тут ради Эллери. И Эллери была везде. Вырезанные из картона изображения Эллери с семейством в натуральную величину красовались рядом с бельгийским флагом и охапками ярко-красных маков. Поскольку семья Эллери квартировала в посольстве в Брюсселе, выбор оформления был напрашивающимся, но до боли не оригинальным. С высокого потолка свисали элегантные черные и золотые гирлянды. По центру комнаты, на стойке Нойхаус-Шоколатье, выселась пирамида пралине, трюфелей и медалек из черного шоколада с вытесненными на них портретами Эллери. Потоки бельгийского пива струились из пивных кранов, в кружке с цитатами из Эллери о дарах, возможностях и прочей белиберде. «За предельный уровень почестей для той, кого на самом-то деле никогда не существовало». Сара развернула шоколадную Эллери и быстро откусила ей голову. Она когда-то прочла, что ровный скол – признак высококачественного шоколада. Она немножко подержала голову во рту, чтоб подтаяла, а потом прожевала и проглотила. Развернула следующую. Откусила еще несколько голов, оставляя на тарелке горку недоеденных торсов. Ее психотерапевт Сибил Браунбейкер, вероятно, диагностировала бы это как пассивную агрессию. За 300 долларов в час. Или перенаправленный гнев. Сибил Браунбейкер на прошлой неделе прислала ей по почте брошюрку «Как мы перенаправляем чувства обиды и стыда». Сара прочитала ее от корки до корки и на следующий день вернула обратно с редакторскими замечаниями «Совершенно бесплатно». Злоупотребление точкой с запятой, отсутствие соединительного союза, незаконченные предложения. Недаром же она учила первокурсников английскому. Вернее, в смысле заработка почти даром. Пока что. Зато подработка для фирмы «Душевные открытки Интернешнл» явно шла в гору. Сариной работы всем страшно нравились. У нее прямо талант к открыткам для анкобольных. И не пришлет ли она еще? Джазбенд мучительно медленно перепевал хиты Майкла Бубле. Сара развернула очередную шоколадку. Ее старшая сестра Анна Кат помахала рукой от столика с вафлями. Она весело болтала со сценаристом, с которым сама Сара успела познакомиться чуть раньше. Это уже десятого фильма премьера или одиннадцатого? Мамы нигде не было видно. Должно быть, все еще общается с репортерами. По крайней мере, с хождением по залитому светам искусственных факелов красному ковру при всех нешуточных рисках споткнуться было покончено. Фанаты как нанятые выкрикивали имя их матери «Кассандра Бонд!» и тянули из-за ограждения книги про Элли Ридоусон на подпись. Неужели не знают, что на электронные книги можно сэкономить 3 доллара и 99 центов? А вот мама, судя по всему, ничего против не имела. Сегодня вечером она щеголяла в красном шелковом платье от «Версача», а темные волосы убрала в свободный элегантный узел на затылке. Никаких там автор ж домоседок в тренировочных штанах. Скорее, кинозвезда, решившая вдруг написать книжку-другую. Сара поправила свое платье, серое, с открытыми плечами, без бретелек. Вообще-то, предполагалось изумрудно-зеленое, но когда она забирала заказ, выяснилось, что произошла ошибка, а менять было уже поздно. Продавщицы наперебой уверяли, что в сером платье проскальзывают мерцающие розоватые тона и что она будет выглядеть с ног сшибательно. Но нет. Сара деликатно почесала голову сбоку. Ее волосы, такие же темно-каштановые, как и у матери, были уложены замысловатой ракушкой и щедро намазаны дорогущим средством для волос с запахом жирного глинозема. Судя по всему, благоухать кокосом было уже не в моде. В моде было благоухать грязью. Девица по имени Вероника, с блестящими губами и накладной мушкой на щеке, предложила забрать у Сары тарелку. Официанты в китайском театре Граумана отбирали у гостей тарелки прямо так и с неусыпным рвением. Еще они имели обыкновение остановиться напротив и впиться в твое лицо глазами, прикидывая, а вдруг ты заметная фигура в съемочной группе? Ну, то есть, не актер ли ты часом? Сара в ответ придумывала для себя разные роли. Приподнимала бровь, многозначительно кивала и шептала «главарь мафии» или «укротительница питонов». Проходя мимо столиков с морепродуктами, она взяла новую тарелку и съела еще пять шоколадок. Подмышки чесались после тупой бритвы, уголок рта ощипала от выскочившей не вовремя простуды. Сара съела несколько креветок. Просто порадуйся за маму. Скоро все кончится и можно будет поваляться в горячей ванне и досмотреть большую гонку автокухонь. Она задумалась, кто победил бы – такос самом или кари с жареной на гриле махи-махи, как вдруг какая-то женщина с размаху задела рукой ее красную пластиковую тарелку. Креветочный хвост взлетел в воздух и скользнул в вырез платья Сары аккурат в ложбинку между грудей. Она выпрямилась, ощущая холодок в месте расположения хвоста. Тарелка с глухим шмяком упала на пол. Сара разгладила платье и попыталась непринужденно улыбаться, пока официант по имени Колин собирал разбросанную фольгу, шоколад и креветок. Сгрузив все обратно на тарелку, он собрался уже уходить, как вдруг застыл, как вкопанный перед высокой блондинкой, стоявшей рядом с Сарой. На лбу у него выступили бусинки пота, он рассеянно сунул тарелку с мусором обратно Саре. Он явно витал в каком-то другом мире, и Сара внезапно поняла, почему. Шер Фокс. Первая пятерка самых высокооплачиваемых актеров, звезда сегодняшней премьеры. Элери Доусон. Сара отметила, что в реальной жизни Шер выглядит лучше, чем в виде шоколадки. Насчет себя она подобной уверенности не испытывала. Шоколадкой она, возможно, была бы краше. Если бы ее когда-нибудь решили отлить в шоколаде, что очень вряд ли. Сара засмеялась чуточку нервным смехом. Грудь у нее была заляпана креветочным соусом. Она поискала взглядом свою салфетку. На ней стоял Колин. Шер прижала руку к сердцу. «Простите, ради бога!» Она протянула Саре салфетку и показала на обкусанные шоколадки на тарелке. «Не стану принимать это на свой счет», — сказала она, изогнув бровь. А потом ослепительно улыбнулась. Застрявший между грудями Сары холодный креветочный хвост съехал вниз еще на четверть дюйма. Колин так и не пошелохнулся. Стоял, чуть приоткрыв рот, в уголках которого уже начала скапливаться слюна. Шер наклонилась чуть ближе. «У меня ужасная привычка — бурно жестикулировать. Боюсь, я вас здорово хлопнула». В ее австралийском акценте звучали те очаровательно хриплые нотки, благодаря которым ее голос был знаменит не меньше внешности. Сара не первый раз в жизни встречала кинозвезду, но все равно ладони у нее тут же сделались липкими, а на спине проступил холодный пот. Шер взяла у Сары тарелку, вручила Колину и легонько потрепала его по плечу. Он резко втянул ртом воздух и заковылял обратно на кухню. «Шер Фокс», — она протянула руку. «Вы тоже работали над фильмом?» Сара вяло пожала ей руку. «Эм, нет. Я тут с мамой, Кассандрой Бонд». Уголок рта щипало. Неужели воспаляется? «Бог ты мой! Вы дочка Кассандры? Она потрясающая! Совершенно потрясающая!» «Три года назад я прочитала первую книжку про Эллере и тут же позвонила своему агенту. Хал, говорю, из этого выйдет фантастический фильм, и я непременно должна сыграть Эллере!» Она грациозно взмахнула обеими руками сразу. «И вот!» «Великолепно! Просто великолепно!» «Уверена, фильм великолепный!» Она в самом деле сказала «великолепный» три раза подряд. В студенческой работе она бы отметила такой повтор. Шер взяла Сару под руку и повлекла за собой к черному диванчику. Ноги Сары непостижимым образом зашагали следом. Они с Шер сели рядом с огромным постером, на котором Эллере с пистолетом в руке мчалась в погоню. «Опасные дары и мир, которые надо спасти!» Сара заметила, что по сторонам от диванчика начинают собираться другие гости. Надеющиеся перемолвиться со звездой хоть словом. Шер не обращала на них ни малейшего внимания. Зато на плечо Сары склонилась точно к старинной подруге. Пишут же, что кинозвезды порой страшно одиноки, несмотря на всю свою славу. «И каково это? Быть дочерью самой знаменитой писательницы в мире? Ну, то есть, вы ведь, наверное, уже знаете, что там будет в последней книге?» Сара неловко рассмеялась, неуверенная, что Шер и правда ждет ответа. «Ну, сложно сказать». Креветочный хвост под платьем кололся. Шер дотронулась до руки Сары, умоляюще заглянула в глаза. «Скажите хотя бы, жив мой отец или нет?» Сара дёрнула руку. «Прошу прощения». «Мой отец, отец Элери, вы же знаете, четвертая книга заканчивается грандиозным взрывом возле отеля в Москве и полным хаосом. И да, выглядит так, словно он попал в эпицентр взрыва, но все так мучительно, неопределенно. Дождаться не могу выхода финала в следующем году. Может, хоть намекнете? Самую чуточку». Сара пожала плечами. «Простите, я правда-правда не знаю. И её «правда-правда» это совершенно не интересовало. «Вы тоже пишете?» Сара пожала плечами. Болячку в углу рта щипала. Кажется, она выросла прямо за время их разговора. Сара неловко дотронулась до неё пальцем. Шер сочувственно кивнула. «Простуда выскочила». «А?» «У меня они постоянно. Вот, смотрите!» Она показала напоблёкшее пятнышко у себя на губе. «Почти прошла». Какой-то лысый мужчина в огромном москотском галстуке постучал её по руке и что-то шепнул на ухо. Она лишь отмахнулась. «Я через секундочку». «Такие, как Шер, могут позволить себе сказать «секундочку» или «моднюсенький» или «вкусняшка». При такой внешности можешь употреблять любые самые идиотские выражения. Все только в восторг придут». Шер открыла чёрный клатч и принялась там что-то выискивать. Сара не удержалась и заглянула. Она почти ожидала увидеть внутри пистолет. У Эллери бы наверняка там лежал пистолет. Сара не сомневалась. Напади на кинотеатр сейчас террористы, Шер Фокс справилась бы с ними в одиночку. Пока сама Сара тряслась бы от страха в туалете, отчаянно рассылая плохо сформулированные прощальные смс-ки. А Майку написала бы «нет». Разумеется, «нет». С чего она вообще о нём подумала? Увидела она телефон, губную помаду и гостиничную карту-ключ. И была чуточку разочарована. Шер вытащила крохотный синий пузырёк. «Вот, мой фитотерапевт специально подобрал состав. Для простуд – просто чудо. Один лёгкий мазок три раза в день. Проходит в мгновение ока. Возьмите. У меня дома ещё есть». «Ээээ... спасибо». «Ну, разумеется, Шер Фокс без фитотерапевта никак». «А, да. И передадите вашей маме». Она протянула Саре листочек бумаги. «Телефон моего фитотерапевта. Мы с ней говорили. Думаю, он может помочь с её проблемой». Сара взяла бумажку. «С её проблемой?» Шер снова возмахнула рукой. «Ну, знаете, потеря аппетита, потеря веса. Я же понимаю, ей нелегко». Она прошептала эти слова, словно это было...